Привет, народ! А также здравствуйте все, кто знает толп в шутерах. С вами 316 выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend. Эта осенняя неделя порадовала любителей видеоигр множеством новых деталей грядущих проектов. От сиквела The Last of Us NFS Heat до очередных слухов о GTA 6. Инфоповодов хватит на всех. Поэтому поддержите нас своим лайком и подписывайтесь на канал, если тут впервые. И вот такие вещи происходили в этот раз. The Last of Us 2. Информация об игровом процессе, техническом исполнении и сюжете. Cyberpunk 2077. Игрок будет вовлечен в геймплей больше, чем всегда. Need for Speed Heat. Новые детали о грядущей гонке. GTA 4. Свежая информация об игровом процессе и хоррор-экшен. GTA 6. Новая порция слухов о дате выхода. И многое другое. В блоге PlayStation появился пост с обсуждением Нилом Дракманом The Last of Us 2. Материал включает в себя подробную информацию о новых механиках игрового процесса, техническом исполнении и сюжете предстоящего эксклюзива. На вопрос о том, что именно мотивировало Элли к свершению мести, он объяснил, что Элли хочет восстановить справедливость и заставить людей заплатить за свои поступки, даже если ей придется сделать это в одиночку. Предполагается, что это каким-то образом связано с Диной, девушкой, с которой Элли сблизилась за время своего относительно спокойного и размеренного образа жизни после событий первой игры. Игра предложит новую механику запаха, которая позволит собакам выслеживать Элли так, как это не могут делать другие враждебные NPC. Собаки — это еще один новый вид врагов, который способен отыскать нашу героиню по запаху. За Элли тянется шлейф, который со временем исчезает, но если пес унюхает запах, то он с легкостью найдет вас, на что ранее не был способен ни один человек. Далее Дракман прошелся по искусственному интеллекту, отметив, что способ, которым они общаются, теперь намного более сложен. Разработчики создали его для того, чтобы геймеры почувствовали, что это не просто NPC. Кроме того, в этот раз игроки смогут проложить себе путь в обход врагов благодаря более обширному дизайну уровней. Для персонажей используется новая система анимации, которую называют технологией проецирования движений. Благодаря ей движения стали одновременно более реалистичными и плавными. Так что Элли станет одной из самых легкоуправляемых, отлично выглядящих персонажей в истории игр от третьего лица. А показанный недавно геймплей — это лишь капля в море. Основные сюжетные повороты еще никто не видел, и как все развернется на самом деле, остается только гадать. Разработка игры почти завершена, релиз состоится 21 февраля на PS4. В Cyberpunk 2077 студия CD Projekt Red намерена добавить некую систему сцен. Об этом рассказал представитель компании Джон Мамайс. По словам разработчиков, одним из столпов проекта является идея полного погружения. Для этого и была создана система сцен. Как описывает ее Мамайс, речь идет о сплаве диалоговой и кинематографической систем, интегрированном в геймплей. Игрок сохраняет возможность управления персонажем даже во время общения с другими персонажами. Предусмотрены разные уровни контроля. Например, нам позволят управлять не только персонажем, но и камерой. Благодаря этому обеспечивается новый уровень погружения во вселенную. При этом студия планирует адаптировать план по работе с дополнениями. Также ролевой боевик, скорее всего, не появится на Switch. В интервью глава студии сказал, что команда изначально даже не рассматривала возможность переноса Ведьмак 3 на Switch, но затем осуществила это. И все же очень маловероятно, что грядущий ролевой боевик тоже выйдет на этой гибридной системе. Студия не думает вводить микроплатежи после релиза, так как это глупая затея. Появилось много новой информации о грядущей гонке Need for Speed Heat. Например, на консолях игра работает при 30 фпс. Сюжет является стандартной историей о противостоянии банд гонщиков и преследующих их полицейских. В игре нет редактора персонажей, но можно менять одежду, аксессуары и прически. Внешность своего героя вы можете выбрать из нескольких готовых вариантов образа. События игры разворачиваются в Палм-Сити. В дневное время суток здесь устраиваются состязания Speed Hunters Showdown, на которых можно выиграть деньги. А в ночное – нелегальные уличные гонки, влияющие на репутацию. С ростом уровня последней разблокируются уникальные модификации. Пресса отмечает, что ночные гонки получились наиболее захватывающими, и искусственный интеллект здесь ведет себя агрессивней. Отражается стремление участников состязаний заработать как можно больше репутации. Ночью гонщиков преследует полиция. Если вас хватит, то вы лишитесь денег, накопленных днем, и ваш уровень репутации снизится. В основных заездах нововведений практически нет, разве что дрифтовать на поворотах немного сложнее, чем в предыдущих частях серии. Кольцевые гонки, погони между тачками и прочие уличные состязания хорошо известны фанатам. Зато в открытом мире, поделенном на районы, можно бросить вызов любому игроку. Мультиплеерные заезды рассчитаны на 15 человек и стартуют прямо в открытом мире, где одновременно могут находиться 32 человека. Во время заездов можно сносить машины и разные объекты, но система повреждений кажется нереалистичной. К слову, в игре будет всего 127 машин. Журналисты сравнили хит с карбон только с некоторыми важными новшествами. Также EA опубликовали системные требования игры. Выход гонки состоится уже 8 ноября. Студия Ten Chambers Collective представила кинематографический трейлер кооперативного шутера GTFO. Ролик демонстрирует спуск четверки поисковиков в недра огромного подземного комплекса, где им против своей воли предстоит сражаться с жуткими тварями и добывать ценные артефакты для некой сущности, известной как Директор. Пытаясь выжить в подземельях, четверка пленников должна разобраться в прошлом таинственного комплекса и попытаться выбраться из этого ада. История будет подаваться не через традиционный сюжетный режим, а путем выпуска бесплатных пострелизных обновлений. При создании игры разработчики вдохновляются творчеством Ридли Скотта. Кроме этого, появился игровой процесс экшен-хоррора. Нам показали, что ожидает игроков, отважившихся спуститься в глубины подземного комплекса. Конечно же, в первую очередь, пользователям предстоит встретиться с толпами разъяренных монстров, стремящихся лишить жизни нарушителей, забравшихся на их территорию обитания. Так что если вы планируете лично исследовать темные помещения станции, то приготовьтесь много стрелять. Вместе с этим разработчики проекта подтвердили, что их текущая цель заключается в запуске GTFO по программе раннего доступа в Steam до конца года. Появилась новая утечка GTA 6, и в отличие от практически каждой утечки игры, это немного иная. Новая утечка исходит от Стивена Огга, актера, известного своей ролью в GTA 5. Он сыграл там Тревора Филлипса. Так вот, во время бразильского игрового шоу он сказал, что новая часть самой знаковой серии скоро появится. Кроме того, он отметил, что масштабные игры Rockstar создаются 7-8 лет. Другими словами, посчитайте. Теперь, удаляя весь контекст, это заявление, похоже, предполагает, что игра выйдет между 2020 и 2021 годами, что некоторые слухи уже подтверждали в прошлом. С учетом того, что GTA 5 вышла в 2013 году, то игра выйдет в 2020 или в 2021 году. Однако проблема здесь заключается в том, что Rockstar выпустили Red Dead Redemption 2 между этими годами, которые заняли большую часть их ресурсов. Что касается слов актера «скоро», кто знает, что это повлечет за собой? Не забываем, что это всего лишь слухи, и, к сожалению, пока не появилась официальная информация. Коротко о главном. Скоро, пока бояре смогут ознакомиться с историей Артура Моргана и банды Wonderland в Red Dead Redemption 2. Причем игра значительно улучшилась по сравнению с консольной версией. Игроки на ПК смогут насладиться увеличенным расстоянием прорисовки, увидеть улучшенные тени освещения, новые текстуры травы и меха и многое другое. Новый трейлер показывает мир, если присмотреться, можно увидеть множество новых деталей и красоту этого огромного открытого мира. От следов когтей проходящего медведя у основания дерева в большой долине и отдельных шипов на кактусе в Нью-Остене до поезда, проходящего на далеком горизонте и манящих ночных огней нового Ганновера. Игра будет доступна с 5 ноября в Rockstar Launcher. Компания Riot Games анонсировала командный шутер, основанный на персонажах и их способностях. Пока игра находится на раннем этапе разработки, поэтому называется Project A. В новом шутере будет знакомая нам система с героями и способностями, однако Riot нацелены сделать дело особенно хорошо. Сетевой код будет оптимизирован так, чтобы не допускать ситуации, когда, например, выстрелы не регистрируются, а читеров ждет особенно разогретый котел. Игра разрабатывается при участии про-геймеров и выйдет на ПК, однако новой информации стоит ждать только в следующем году. Пока же разработчики поделились видео-геймплея, из которого видно, что Riot Games почему-то не использует героев League of Legends, а графическим стилем игра очень похожа на Overwatch. Ну а если вы соскучились по стратегиям в реальном времени, то рекомендуем вам Starfall Online. Это новое ММО от отечественных разработчиков. В ней вам дается собственный флот, и вы должны исследовать галактику, прокачиваться и воевать как в ПВЕ, так и в ПВП с другими игроками. Игра сейчас находится в бете и абсолютно бесплатно. Крайне рекомендуем попробовать, особенно если вам интересны такие игры, как EVE Online. Переходи по ссылке в описании и получай 250 единиц симплекса бесплатно. Студия Hearts with Labs перенесла свой будущий проект в Empire The Masquerade Bloodlines 2. По их словам, РПГ находится в разработке уже 3,5 года и по плану должна была выйти в первом квартале следующего года. Но разработчики хотят не просто сделать новый проект намного лучше культовой первой части, но и избавиться от его ошибок, багов и недоработок. Первая часть, прежде чем завоевать любовь игроков, вызывала тонны негодований, что привело к низким начальным продажам. Так вот, создатели желают, чтобы у Bloodlines 2 все было доделано, поэтому релиз перенесли на неопределенную дату, пообещав выпустить игру до конца следующего года. Infinity Ward поведали о системе монетизации Call of Duty Modern Warfare. Главное это то, что в шутере не будет никаких лутбоксов, их заменит боевой пропуск. Он будет иметь две прогрессии, одна для всех игроков, а вторая для покупателей сезонного пропуска. Среди наград будут и премиальные монеты, которые раньше можно было приобрести только за деньги. Все функциональные предметы можно разблокировать просто играя, это касается оружия, экипировки и обвесов. В виртуальном магазине и боевом пропуске будут доступны только косметические предметы, без влияния на игровой процесс. Также все мультиплеерные карты после релиза будут доступны для всех обладателей игры. Шутер выходит 25 октября на ПК, PS4 и Xbox One, однако в России релиз шутера на консоли Sony видимо не состоится. Энтузиасты смогли запустить и поиграть в бета-версию Warcraft 3 Reforged. Записи сделаны в сетевых режимах при самых высоких настройках качества графики. Показан игровой процесс за Альянсой Орду с различными героями обеих фракций, включая боевую панду. Напомним, ремастер будет включать в себя помимо оригинальной игры Region of Chaos также дополнение в лице The Frozen Throne. В обоих случаях будет принципиально улучшена графика, заменены текстуры и улучшены модели персонажей. Будут доступны моды и улучшенный редактор. При покупке игрокам будут доступны сюжетная кампания Region of House и The Frozen Throne. Появился первый трейлер пятого сезона PUBG, в котором демонстрируются различные нововведения, в том числе возможность перебрасываться с друзьями восстанавливающими предметами, использовать холодное оружие в качестве метательного. Карту Miramar обновили, в частности убрали отдельные мелкие объекты и мусор вокруг зданий, чтобы уменьшить захламленность территории и упростить перемещение при сборе предметов. Появились новые трамплины, вывески, а также торговые автоматы с энергетиками и более утоляющими средствами. Появился новый пропуск Выжившего с уникальными миссиями, испытаниями и наградами. Релиз обновления состоится 23 октября на ПК и 29 октября на консолях. Внезапно анонсированный и сразу выпущенный эксклюзивно на ПК комедийный шутер Postal 4 No Regrets пришелся многим игрокам по вкусу. Находясь в раннем доступе, Steam игра собирает преимущественно положительные отзывы от аудитории. Рейтинг одобрения составляет 90%. Среди недостатков покупатели отмечают проблемы с производительностью, множество багов, крайне малое количество контента и общую сырость проекта. Но разработчики предупреждали, что это альфа. По сюжету прошло несколько лет после событий Postal 2. Только двоим удалось уйти от катаклизма невредимыми, несчастному обывателю, известному как чувак из Postal, и его верному компаньону-чемпиону. До релиза новой RPG The Outer Worlds осталось немного времени. Если вы еще не решили покупать игру или нет, тогда вам стоит обратить внимание на сегодняшнее геймплейное видео. В опубликованном отрезке видно, насколько она преобразилась после самых первых демонстраций. Нам показали улучшенные лицевые анимации, чуть более отзывчивую боевую систему, а также немного веселых диалогов и стелса. The Outer Worlds вы в роли новоприбывшего поселенца будете исследовать самую дальнюю колонию Земли, Альцион. Ваша главная задача – раскрыть назревший в окрестностях масштабный заговор, используя желаемые методы. Издание GameFun ознакомилось с демо неназванной игры для консолей нового поколения PS5 и Xbox Scarlett. Речь идет о крупном проекте с открытым миром. В плане масштаба эта игра превосходит все, что мы видели, а графически она заставляет такие проекты, как The Last of Us 2 и Cyberpunk 2077 казаться фастгеном. Демо работало в честных 4K без каких-либо уловок. Журналист уточнил, что игровая графика, восхитившая его, не дотягивает до уровня новейших CGI-видео, но она в разы лучше того, что предлагают сегодня разработчики на текущих консолях. В плане технических характеристик, PS5 и Xbox Scarlett будут очень похожи. Выделиться каждый из них должны помочь эксклюзивные игры и сервисы. Также, по слухам, в стартовую линейку PS5 войдет ремастер Demon's Souls. На прошедшей неделе Epic Games представила первый сезон второй главы Fortnite. Дебютировала она с совершенно новой картой, разделенной на 13 районов, новыми ориентированными на воду игровыми механиками, моторную лодку, рыбалку и плавание. Кроме того, со стартом второго сезона в игре появилось больше механик, вроде способности переносить раненых товарищей по команде на себе. Появились групповые эмоции, новые виды оружия и образов героев, возможность лечения отряда с помощью бинтовой базуки, а также способность прятаться в стогах сена и мусорных баках для эффективной засады. В битвах пригодятся раскиданные по округе воспламеняющиеся канистры с бензином и взрывные бочки. Компания Zodiac Interactive объявили о том, что многопользовательский экшен RAN Lost Islands выйдет сперва на ПК в раннем доступе Steam до конца года. В настоящий момент разработчик набирает участников для закрытого бета-тестирования. Действие разворачивается в 16 веке, эпохи, когда в бою применялось и холодное, и огнестрельное оружие. Сто игроков в роли изгоев сражаются между собой, чтобы выжить. В это время открытия они ищут древние сокровища и борются, чтобы сбежать с проклятых островов. Угрожающая неизвестность пожирает острова, насылает торнадо и цунами. По задумке авторов, перед тем, как сбежать на черном судне, игроки будут вооружаться, грабить других потерпевших кораблекрушения, устраивать засады на врагов, ищущих укрытие от экстремальной погоды или объединяться с другими воинами для достижения своих целей. И на этом 316 выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению, хотя интереснейшая новость имеется. Компания Microsoft опубликовала видео, посвященное распаковке второй версии геймпада Xbox Elite. Контроллер получил множество приятных изменений. В частности, вместо батареек, у геймпада имеется полноценный аккумулятор, а также док-станция для подзарядки, встроенная прямо в кейс для хранения. Время работы составит 40 часов. Также были переработаны рычаги на задней панели, появилась третья позиция для блокировки триггеров и третий слот для сохранения настроек раскладки. Что касается стиков, то при помощи дополнительной отвертки можно настраивать их натяжение. И на этой крайне манипулятивной ноте у нас все. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях, не забывайте вступать в группу ВК и Дискорд. Также подписывайтесь на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.